МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Марина Петровна, добрый день! Мы рады приветствовать вас на нашем проекте «Иркутский фронтир». В рамках него мы пытаемся сделать такой сравнительный анализ по поводу системы управления, которая существовала в советские годы. Ну и, соответственно, сравнивая с нынешним временем, может быть, мы что-то утратили, ценные отходы, которые были в то время. Либо, наоборот, наши современные технологии позволяют решить те задачи, которые в то время ставились, но, к сожалению, не были решены. И мы хотели бы вас, прежде всего, спросить именно о том периоде событий, активным участникам которых вы являлись. И, прежде всего, с точки зрения управленческих подходов к развитию и охране окружающей среды, какие были установки в советское время? И тот ущерб, который сейчас, к сожалению, мы пытаемся ликвидировать, он был случайно создан в то время? Или технологии просто не позволяли более ответственно отнестись к природе? Так, ну, я советский период застала студенткой, когда писала дипломную работу, училась в Иркутском университете на биофаке и писала дипломную работу по промстокам Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. И меня эта тема очень сильно интересовала, как и почему такое предприятие на берегу Байкала и какое воздействие оно имеет на природу и на людей. И так как я имела возможность работать рядом с Байкальским комбинатом, в институте экотоксикологии делала дипломную, очень много времени там проводила, потому что там брали пробы промстоков, и мои токсикогенетические исследования в большом объеме были именно там сделаны. Вот, меня все интересовало, я у всех все расспрашивала и могла участвовать в конференциях, которые были закрыты. Вот тогда у меня дипломная работа была для служебного пользования, то есть ее только под подпись могли кому-то выдать, и в особых условиях она должна храниться была и так далее. И я была свидетелем и участником конференции, которые были в Байкальске, тоже закрытые, но я могла это все слышать и с людьми общаться. Вот, значит, у меня такие сложились впечатления, что нужен был очень этот комбинат в то время, советская. На Байкале как бы сверху была дана такая установка, это не то, что люди, которые здесь жили, они хотели, чтобы был комбинат, естественно. Но пока он строился, появились другие технологии для производства корда. Корд – это такая целлюлоза, особо очищенная, где нужно большой объем воды, чтобы промыть целлюлозу. И для этого подходил только Байкал. Байкаль – низкая минерализация, и сделали комбинат. Его сделали там, где нет никаких заливов и где стоки не накапливаются, сразу разносится течением и идет большое разбавление. В те времена от российского, советского государства была структура, которая занималась контролем. И я как раз знакома была, и сейчас знакома с женщиной, которая имела доступ на комбинат. Она могла прийти в любое время, как контролирующий человек, задать любые вопросы. И она выступала на этих конференциях, была Борисовна Чебаненко. Она мне очень много дала в понимании того, что происходит. Вот. Действительно, тогда были на Байкальском комбинате созданы максимально качественные системы очистки, очистные сооружения со всем-совсем прочим. К слову сказать, что на очистных сооружениях используется активный ил, который тут же из местных болот берется. То есть это такой симбиоз человека, технология человеческо-природная. И по сравнению с другими целлюлозными комбинатами, наша лаборатория токсикогенетики, она изучала промстоки разных комбинатов, и это были действительно самые очищенные. Но нельзя сказать, что их можно пить ни в коем случае. Потому что это такая прозрачная жидкость желтоватого цвета, пахнет фенолами. Но никому не придет в голову ее пить. Поэтому для меня всегда диковинка, когда изображали, что это самое можно пить. Говорят, что в это время прогоняли просто чистую воду по всем этим системам, чтобы кто-то мог изобразить вот этот акт питья. Вот. И был, естественно, был токсический эффект от стоков. И самое для меня большое открытие было то, что не соблюдается технология. И каждый раз стоки, какие мы берем для эксперимента, пробуя раз от раза, отличались очень сильно. То есть иногда там происходила большая, высокая гибель тех организмов, которых мы подвергали этим издевательствам. Это дрожжи, сахаромицеты и дафнии в нашей лаборатории использовались. Вот. А то все гибнут, то большая часть остается. И токсический эффект генетический каждый раз был очень разный. На этих конференциях люди говорили о том, что технология не соблюдается. И всегда поэтому как раз бывает разный состав этого стока. Так что вот та система управления, которая была, государство все-таки имело доступ. Ну, собственно говоря, государство все это и создавало. Оно создавало и предприятия, оно создавало и институт, который его контролирует. Вот. И были люди, и только от людей зависело, будет ли он пользоваться теми правами, которые у него были, будучи в контролирующей структуре. Я не думаю, что все, как была Борисовна, были такими принципиальными людьми и вот так себя вели принципиально, как она. Вот. Тогда, когда строился БЦБК, тогда думали, что, наверное, через 15 лет уже будет технология, что делать со шлам-легнином. Но за это время никто этим не занимался, и так он и накопился в большом количестве. Вот. Вот. Но сейчас нельзя сказать, что нет технологии. Вот Внешэкономбанк большую провел работу в веб-инжиниринг, чтобы собрать разные технологии. Они придумали такой публичный процесс, открытый, с возможностью обсуждения, сбора разных технологий. И так как шлам-легнин, который накопился на БЦБК, он разного состава в разных картах шлама-накопителях разный, и потому что он там разное время пролежал, и потому что в одном месте там строительные отходы сбросили, в другом месте утонул трактор, в третьем месте еще что-то случилось. Вот. Вот. То есть состав его разный, и поэтому его переработать к какой-то одной технологии невозможно. Получается, что эта задача сложная очень. И можно разные способы работы с ним разрабатывать, и прямо там, мне кажется, делать эти эксперименты и смотреть, что получается лучше. Вот. А то, что сейчас происходит, такая свистопляска, то один оператор, то другой приходит. Они же приходят не для того, чтобы переработать, они приходят, чтобы получить деньги на это. Что-то там поделать, и потом никто не справляется, потому что не было вот этого публичного процесса и с каким-то общественным контролем. И государство совершенно напрасно не придерживается вот этой линии, которую Внешэкономбанк разработал, такой публичный. И если дальше двигаться по этому пути, мне кажется, как раз можно найти выход и способ какой-то оптимального решения. Вот. Есть предположение, что и не надо сильно его перерабатывать, а просто осушить и рекультивировать эти места, где он складирован. И возможно, что это и так. То есть я не могу исключить, что это действительно лучший способ. Вот. Если сравнивать с нашим временем, с тем, как происходит управление, то очень много всего поменялось. К сожалению, вот не было этой преемственности, с помощью которой можно было бы оставить лучшее и дальше развиваться. Разрушили все буквально, да. И относительно Байкальского комбината нельзя было его приватизировать, потому что любой частный собственник будет стремиться к тому, чтобы получить выгоду. Невозможно, чтобы частный собственник хотел бы себе в убыток работать. Но просто невозможно этого ожидать. Мы в нашей организации писали письма по этому поводу, что нельзя приватизировать этот комбинат. Если был взят курс в советское время на его перепрофилирование, то надо его придерживаться. А чтобы перепрофилировать, нельзя приватизировать, а надо было этим заниматься как раз, перепрофилированием. Но там были какие-то интересы задействованы, видимо, мне не очень все понятно. Он стал частным. И, естественно, вся остальная история с этим связана, что выжить все, что можно, и бросить. И частный владелец получает бонусы, а расхлебывать все государство, то есть за счет налогоплательщиков, все нести убытки. Вот такая классическая картина появилась. Так, если говорить про байкальское движение. Вот байкальское движение появилось тогда, когда с байкальского комбината планировали пересбросить сточные воды в реку Иркут. Это были 80-е годы. Я в это время была в декрете и в полгоду за детьми. Там двое деток у нас подряд родились. Я в этом активно не участвовала, я следила по прессе за этими событиями. Тогда удалось эту идею отмести. И, собственно говоря, здесь шла больше речь не о защите Байкала, а о защите Иркутска. Потому что если бы эти стоки пошли в Иркут, то они бы здесь вот как раз впадали в Ангару, где место, центральная часть города Иркутска, где был основан город. И, соответственно, здесь была бы страшная вонь от этих стоков, потому что объемы были огромные. Там 120, когда максимальный работал, 240 тысяч кубометров в сутки сбрасывалось стоков в Байкал. Вот. И тогда это было очень, именно снизу движение, оно было создано просто людьми, болеющими за ситуацию, переживающими. И были возле вокзала пикеты, выставлялись. Если говорить именно о научно-исследовательских разработках по ликвидации все-таки ущерба, вот эту задачу по шлам-лигнину и по доочистке стоков все-таки должны были быть решить иркутские научные институты, инженеры, или это была какая-то большая кооперация со всего Союза? Понятно же, что эта проблематика, она сразу была перепроектирована. Этот вопрос решался, но он решался даже на Байкальском комбинате. Был отдел создан по перепрофилированию, и в этом отделе был такой человек Бирюков, который действительно, работая в целлюлозно-бумажной промышленности, придумал технологии, что можно делать с отходами, как можно делать строительный материал, там оборудование придумал. Сейчас сын его этим занимается в Калужской области. Мы как-то его приглашали в Иркутск, он приезжал и рассказывал про это. Вот. Был такой отдел перепрофилирования, но если есть комбинат и он работает, то все эти вещи, они остаются всегда на заднем плане, и они неактуальны становятся. Наша организация «Байкальская экологическая волна», когда мы создались в 90-м году, мы собрались как инициативная группа, мы вот в 90-е годы в Байкальске создали Байкальский бизнес-инкубатор, чтобы была альтернатива БЦБК. То есть мы понимали, что такой комбинат на Байкале не будет долго, то есть из-за того, какой он ущерб приносит и здоровью человека, и озеру Байкал. И мы создали. Но мэрия не думала про то, что действительно нужна альтернатива. Работает же комбинат. Ну и надо сказать, что для этого нужна какая-то действительно политическая воля, потому что, конечно, когда у нас есть какой-то источник, и мы где-то, допустим, хорошо зарабатываем, мы не будем думать, что нам надо что-то другое искать, будем пользоваться тем, что есть. И, собственно говоря, такая картина и была. То есть телодвижения в сторону решения проблемы были сделаны, но они были не очень активны, и в конце концов, но это решение по перепрофилированию в советское время было принято, но это был как раз закат Советского Союза. Оно было выполнено, я так думаю. Но тут случилась вот эта вот ситуация со сменой политического строя, и этот вопрос застрял. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин